Всем привет! С вами Денис и канал Игровой Калейдоскоп. И сегодня в нашей рубрике «Первый взгляд» мы посмотрим на такую интересную игрушку, как Royal Quest. Достаточно интересная игра, но и имеет свои плюсы и минусы. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. Сейчас мы сделаем вход и будем создавать нового персонажа. Так, я уже в неё играл, как-то немножко совсем. Вот, так немножечко представляю, имею представление об этой игре. Вот, поэтому смогу вам что-то о ней рассказать. Так, вначале, значит, создаём персонажа. Здесь, конечно, создавать персонажа настройщик-то не очень много. Можно выбрать пол мужской или женский. Пару, тройку причесок можно выбрать. Цвет волос. Там цвет, то есть, выбрать лицо ещё можно. Цвет кожи. Вот, как-то так. Ну, это как во всех MMORPG играх, в принципе. Но здесь довольно скудный набор всякого внешнего вида. Поэтому давайте остановимся на этом. Так, нам предлагают выбрать один из четырёх классов. Это мечник, стрелок, вор и маг. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Вот. И у каждого класса по достижению 20 уровня будет свой подкласс. Мечник будет разделяться на тёмного рыцаря и крестоносца. Стрелок будет, можно будет выбрать после стрелка, либо охотника, либо снайпера. Значит, у вора, когда будет 20 уровень, будет возможность выбора между ассасином или разбойником. Так, ну и маг. В свою очередь, он будет подразделяться на волшебника и чернокнижника. Будьте очень внимательны. Почитайте информацию на форумах или ещё где-нибудь. Посмотрите видео. То есть, отнеситесь серьёзно к выбору персонажа. Потому что здесь действительно существует время от времени классы, которые в пвп-сражениях просто будут вас нагибать. И здесь постоянно меняется. Обнова выходит и постоянно что-то у каждого класса убавляет, что-то прибавляют. Вот, поэтому долго вы имбо-нагибателем здесь быть не сможете. Поэтому лучше, наверное, иметь всё-таки два персонажа. Вот. Ну, я могу из личного опыта вам посоветовать выбрать один класс мечник. Там, когда будет выбор уже под класса, это только Тёмный Рыцарь. Крестоносца выбирать как бы не вариант. Крестоносец, он больше подходит для танкования в пве-сражениях. Здесь же есть и пвп, и пве. Так что, всё-таки подумайте, как вы будете играть. В плане стрелка здесь тоже охотник. Это чисто пве-класс. Для пвп вы можете выбирать, конечно, снайпера. Одно время снайперы очень были популярны и очень сильны в пвп-сражениях. Что касается вора, здесь однозначно выбор будет, наверное, в пользу. Всё-таки ассасина, потому что разбойник, ну, его очень тяжело, разбойника, всё-таки одевать. Здесь придётся очень много времени тратить на зарабатывание денег и выбивать всякого необходимого лута для разбойников. Поэтому ассасин будет лучшим выбором, если вы всё-таки решите играть за вора. Что касается мага, здесь одно время волшебники были просто имба, понимаете, и везде. Что на арене, в пвп-сражениях, что, значит, в пве-сражениях, волши были просто силой. Сейчас их, конечно, подрезали, и поэтому маги-то сейчас не очень особо и рулят-то. Ну, так что вы подумайте всё-таки, кого выбирать. Так, я, наверное, выберу свой любимый класс, это мечник. Вот. Ну, до 20-го уровня я в этом видео прокачиваться не буду, поэтому я просто вам хочу показать, что из себя представляет игра. Конечно же, это видео только для тех, кто ещё в это не играл или играл очень мало. Для игроков, которые уже со стажем, с опытом, как бы ничего я не смогу вам что-то нового рассказать, поэтому жду негативных комментариев в свою сторону. Ладно, поехали. Я выберу свой ник английскими буквами, потому что русскими буквами уже мой ник занят. Что ж, давайте начнём игру и посмотрим, что же эта игра из себя представляет. Так, вначале у нас, как и во всех играх, мы проходим обучение. Сюжет подаётся здесь в виде текстовых сообщений, то есть разговоров с NPC, персонажами. Управление достаточно простое. Это а-ля Диабло. Мы вид сверху и сбоку вертим камеру мышкой, управляем тоже мышкой. На горячие клавиши можно настроить суперудары, которые находятся вот на этой панели управления внизу. Сюда можно размещать разные скиллы. Можно сюда разместить всякие ачивки, там бутылочки, напитки, еду и так далее. Так, панель можно увеличивать до третьего ряда. Можно здесь сбоку сделать ещё панель умений. Вот слева здесь можно сделать. Вот. Ладно, давайте поговорим вот с этим. Я читать ничего не буду, потому что я всё знаю. Не будем тратить времени. За выполнение каждого квеста, конечно же, мы получаем всякие плюшечки. Вот, на данный момент мы получим предмет. Значит, лёгкий меч новичка, который оснащён картой огня. И мы ещё получим лечебное зелье, которое восстанавливает риса здоровья. Значит, нам нужно сейчас выполнить это, открыть шкатулку Квентина Рока. Вот сейчас нам просто учат открывать всякие сундучки. Камеру можно удалять, можно прибавлять. Но с приближённой камерой играть достаточно будет сложно, потому что мы попросту не сможем увидеть противников, которые сильнее нас. И мы, собственно, скрыться от них не сможем. Так, поэтому можно играть, удобно играть как-то вот так, наверное. Хорошо, берём в сундуке что-то взяли. Идём к нашему NPC, который дал нам задание. И, значит, завершаем задание. Мы получили меч и бутылочку со здоровьем. Так, он нам сразу автоматом даёт второе задание, за выполнение которого мы получим колечко, мы получим зелье с бодростью. Обо всём этом я сейчас расскажу чуть позже. Сейчас мы выполним здесь обучение и посмотрим. Так, ещё у нас вырос уровень. Теперь у нас уровень 2. Уровень показывается в левом верхнем углу. У нас уже второй уровень. На каждом уровне нам даются очки-параметры, которые мы сможем распределить по нашим статам. Вызывается это меню кнопочкой C, S, английской на клавиатуре. Мы можем прибавлять здесь силу, ловкость, выносливость и удачу. Здесь, в принципе, для каждого пункта есть описание. Можете посмотреть, что даёт. Но сейчас я могу немножечко рассказать, как лучше это распределять. Здесь есть, значит, два вида, конкретно для мечников, есть два вида прокачки. Мы можем быть либо танком, либо ДДшником. Не пытайтесь сделать танкового ДДшника здесь. Танк это тот персонаж, который будет защищать всю патьку, держать на себе весь урон врагов, агрить их на себя, да, когда ДДшники в то время будут атаковать. Можно сделать ДДшника. ДДшник это тот, значит, персонаж, который будет наносить очень много урона, но будет иметь очень мало здоровья. Вот. И как бы я предпочитаю использовать, прокачивать ДДшника. Поэтому, в принципе, здесь вначале можно будет прокачать силу. И один пункт удачи. Удача нужна для того, чтобы у нас выросли критические удары. На самом деле, если прокачивать ещё здесь Крита, пытаться ДД Крита, это вообще, кстати, классный такой путь прокачки. Если вы хорошо владеете Критами, будете использовать всякие разные бонусы там от предметов, вы просто будете имба на арене. Ну, конечно, с прямыми руками. Так, ладно. Идём выполнять следующее задание, которое нам дал Квентин Рок. Он нам сказал замочить сколько-то деревяшек. Так, атакуем мы здесь врагов. Просто нажимаем левую кнопку мыши на врага, и наш герой автоматически бьёт врага, пока его не добьёт. В данном случае это деревяшки. Но также можно использовать новый талант, который у нас есть. Он сейчас стоит на горячей клавише циферка 1, который наносит больше урона, но в то же время тратит очки энергии, которые видите в левом верхнем углу под очками здоровья. Это очки энергии. А верхняя полосочка это очки здоровья. Так, убиваем последнюю деревяшку. Всё, задание мы выполнили. Когда выполнено задание, задание на миникарте в верхнем правом углу загорается знак вопроса. И мы должны подбежать к NPC и сдать задание. И что ж, мы получаем за этого награду зачарованное колечко и бутылочку бодрости. Отлично, у нас вырастает уровень. У нас снова добавили с поднятием уровня 4 очка параметра и новое умение удар щитом. Здесь можно, в принципе, так, в принципе, можно поднять сейчас силу. Так, давайте, в принципе, всё в силу. Вложимся все очки в силу для того, чтобы наносить больше урона. Нажмём применить, жмём закрыть. Когда нам добавляется новое умение, то оно добавляется на панель умений внизу автоматически. Но вы всё это можете, в принципе, изменить через настройки. Настройки... Так, сейчас надо вспомнить. Где же это... Где они находятся? Так, кнопочка S нет, не то. Так, 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 это не то. А вот, таланты и навыки. Английская буква K мы открываем. И вот, что мы имеем здесь. Здесь справа в столбике у нас есть все умения, которые будут открываться с определённым приростом уровня. Допустим, на уровне 5 у нас откроется круговой удар. Так вот. Здесь внизу, рядом с панелью умений, есть маленький замочек. Мы можем его открыть. Тем самым мы можем перемещать на панель умений любое умение. То есть, открыв вот вкладку талантов и умений, мы отсюда можем умение перенести уже на саму панель умений под любую клавишу. Также горячие клавиши настраиваются через пункты меню. Там, в принципе, всё разберётесь. Ладно, здесь пока... Да, кстати, здесь есть всякие разные смайлики прикольные. Здесь можно контактировать с другими игроками, посылать им всякие поцелуи там. Ну, всякие разные вот эти анимированные смайлики. Достаточно интересные. Так, ладно. Потом нам дали парочку предметов. Давайте сейчас их посмотрим, откроем. Инвентарь открывается на... На-на-на... Не помню, на какую он открывается. А, на кнопочку английскую И это открывается наш рюкзак. А на кнопку С открывается меню персонажей, где мы сможем экипировать нашего героя. Так, смотрите, у нас есть два одинаковых, вроде, с виду меча. Но у одного есть карта огня, а второй не имеет карты огня. Здесь самая большая плюшка в игре, это, конечно, карты. Карты с разными бонусами, которые прибавляют какие-то дополнительные умения или свойства к любому предмету. Но у предмета должен быть слот для этой карты. Конечно же, карты выбить очень сложно. Можно сутками сидеть. Да, не то что сутками, месяцами можно выбивать из монстров, пытаться какую-то определенную карту. Но шанс выпадения здесь, по-моему, 0,001 с монстра. В общем, по-моему, так. Я уж не помню. Я когда-то давно играл, говорю, сейчас уже не помню. Так вот. Карты, конечно же, можно купить у других игроков. Забешенные деньги. Игровая валюта здесь присутствует. И, конечно же, реальная валюта. Да, здесь есть система доната. И я хочу вам сказать, что в PvP без доната вы просто ничего сделать не сможете. Так что имейте это в виду, прежде чем пытаться что-то из себя представлять на арене. Поэтому, ну, не пытайтесь, как бы, своими собственными силами без доната нагибать на арене. У вас попросту это не получится. Так. А мы получили колечко, которое прибавляет, помимо того, что к защите 7 пунктов, еще прибавляет 40 к максимальному здоровью. Мы его сейчас оденем в свободный слот под колечко. Колецкое место же здесь в игре очень много. Ну, вообще, тут до хрена всякого шмота. Поэтому скучать не придется. Довольно интересно. Так. Что еще, значит, интересного? Ладно. Давайте мы сейчас выйдем отсюда и... Так. Так, так. Выйдем отсюда и посмотрим. Так, игра из себя представляет, в принципе, открытый мир, который разделен на соединенные между собой локации. Локации есть как враждебные, как мирные, как нейтральные. То есть, есть локации в виде городов, где бегают только другие игроки, где можно что-то купить, взять квесты, выполнить какое-то задание, где просто нет монстров. Есть локации, где есть монстры, но также вы сможете на них сражаться с другими персонажами. Это такие PvP-зоны. Они изначально вам доступны не будут. Они будут доступны с 10 уровня. Это будет первая пещера, где вы сможете сражаться с другими игроками. Ну, основная масса локаций, основная составляющая из таких нейтральных локаций, где вы сможете убивать только монстров, но вы не сможете сражаться с реальными игроками. Так, ладно. У нас сейчас здесь можно взять задание. Задание можно взять у NPC, у которого над головой подсвечивается знак восклицания. Мы у него сможем взять задание. У персонажей, у которых монетка над головой, у них можно что-то купить, продать это торговце. Можно продать тот предмет, который вам не нужен. Нажимаем просто правую кнопку мыши, и он автоматически продается. Здесь также присутствует чат, который находится в левом нижнем углу. Можно его по-всякому регулировать. Так, так. Можно сделать всякие закладочки. Ну, вы, наверное, все это знаете, если играли хоть в одну онлайн-мморпг игры. Так, ладно. По поводу того, что предметы можно продавать, какие можно, какие нельзя. Можно навести курсор и посмотреть. Видите, под названием Легкий Меч Новичка есть надпись «Персональный предмет». Такие предметы продавать другим персонажам нельзя. И нельзя выставить на рынок, чтобы купили другие игроки. Но можно продать торговцам. Тоже имейте это в виду. Предметы становятся персональными после того, как вы будете наносить на них разные печати. Печати — это своего рода крафтинг. Тоже требует очень много денег, как игровых, но можно с помощью доната упростить себе жизнь. Естественно, донат, донат, донат. Вообще, игра изначально, она сделана Катаури. И она была... Изначально ее хотели сделать таким образом, что вот у каждого класса будет свой подкласс. И каждый, например, мечник, есть подкласс «Крестоносец» и «Темный рыцарь», как я уже говорил. Изначально Катауровцы хотели сделать один подкласс чисто для ПВЕ, второй подкласс чисто для ПВП. Но у них это ни хрена не получается. И постоянно... Здесь постоянный дисбаланс, друзья. Каждые три месяца вы сможете наблюдать, как здесь все меняют вообще с ног на голову. И то, что вы там прокачивались три месяца, были имбо-нагибателем на арене. Просто через три месяца все уйдет в трубу, понимаете? Все силы, то, что вы вложили, это будет зазря. Тоже будьте к этому готовы. Поэтому лучше заварите сразу двух, а то и даже трех персонажей и старайтесь их равномерно прокачивать. Пускай это займет намного больше времени, но, тем не менее, это принесет свои плоды, потому что, я же говорю, здесь постоянный дисбаланс. Будьте к этому готовы. Ладно, берем задание, давайте посмотрим, что нам предлагают собрать красивые цветы. И нам за это дадут бутылочку со здоровьем. Что из себя представляют задания? Здесь такие банальные задания. То есть принеси, там 150 бочек пива, убей 323 монстра, сгоняй туда-то, отнеси тому то-то, принеси то-то. Ну, в общем, ничего такого оригинального нету, как во всех MMORPG. Здесь, конечно, очень много придется сражаться с монстрами. Очень много. Здесь будет квест, который, в котором нужно собрать будет 5000 лута, представляете, который можно выбить с определенных монстров. я это задание когда-то проходил, наверное, в районе месяца. Это, конечно, была полная задница. Так, короче, у нас по заданию собрать 5 цветков. Они растут. Если, например, вот этот вот персонаж сейчас возьмет цветок раньше нас, то его уже не будет. Поэтому вы должны здесь успевать вперед всех. так, ладно. Кстати, здесь существуют баны за мат, поэтому особо в чатах не материтесь. Здесь присутствует еще система гильдий. Вы можете вступить в какую-нибудь гильдию. У гильдии тоже есть своя прокачка. То есть гильдию можно прокачивать. Чтобы создать гильдию, по-моему, нужен 1 миллион золотых. То есть игровая валюта. В гильдии, конечно, играть интересно. Также присутствуют войны гильдии здесь. Но опять же этот дисбаланс та гильдия, в которой много донатов вас без проблем положат на лопатки. Так что она тут короче побеждает тот, кто вложил больше денег. я не хочу конечно обосрать игру сильно, но она конечно сейчас очень сильно стала зависеть от доната. Я могу бесконечно об этом говорить, потому что это так оно и есть. Здесь есть система телепортов, можно перемещаться с локации на локации с помощью вот этих вот инфант. В каждой локации существует, почти в каждой локации нет, нет, не в каждой что-то я вру. Короче, в тех местах, где есть торговцы, NPC, и присутствуют такие вот инфанты. Вот. Так как игра условно бесплатная, если вы не будете иметь премиум аккаунт, перемещение от инфанты к инфанте будет от вас требовать определенное количество золота. Но если вы будете иметь премиум аккаунт, то перемещения будут бесплатными. Так, вот здесь есть вкладочка переместиться к другой инфанте. Для того, чтобы к ним переместиться, изначально их нужно активировать, то есть к ним подойти, с ними поговорить. Пока вы не подошли, например, к инфанте вот здесь, видите на карте, да, курсором я показываю, то есть вы туда переместиться не сможете, потому что вы там еще не побывали, не поговорили с инфантой. Поэтому, чтобы переместиться на определенную локацию, вы должны изначально на ней уже побывать. Так, по заданию нам отлично, мы получили тут бутылочки. Так, взять задание, видите, сходи, поговори там с Квентином Роком. К счастью, он стоит тут рядышком, можно с ним поговорить. Ладно, выполнили задание. Следующее задание шпионское устройство. Нам нужно найти шпионское устройство, оно находится в шпионской Жуже. Мы должны найти монстра, а именно Жужу, и из нее должна, из этого монстра должна вывалиться шпионское устройство. Как только мы его найдем, нам дадут вот такие перчатки. Видите, на этих перчатках есть слот для карты. Вот, поэтому пойдемте выполнять это задание. Так, конечно же, здесь крафт довольно интересный. Можно точить практически любую шмотку. Вот, и заточка, в принципе, до плюс 7, можно, до плюс 8 даже, можно спокойно точить предметы, не вкладывая реальных денег. Вот, но уже до плюс до 9, до плюс 10, здесь без доната, опять же, не обойтись. Вот, максимальный уровень заточки предмета плюс 10. Имея такой предмет со слотом, например, под 3 карты, под 3-мя слотами и разместить, к примеру, там, 3 карты Анубиса, там, или еще что-то, 3 золотых карты Воителя, вы можете наносить такой огромный урон на аренах, что прямо мама не горюй. Так, мы подняли уровень, у нас появилось одно очко талантов и очки параметров. Помимо того, что здесь существуют очки параметров, мы можем еще повышать свои таланты. Вот, как только мы получили одно очко талантов, мы можем вот из этой ветки мастерства выбрать одно из двух умений. То есть, одно очко можно потратить на одно из двух умений. В следующий раз на одно из этих двух умений. Ну и так далее, пока вы не дойдете до самого последнего и крутого умения, которое все называют культа. Пока вы не возьмете под класс, вы будете иметь только всего лишь одну ветку развития это мастерство. А так их здесь будет четыре. И у каждого класса, у каждого под класса свои ветки. Поэтому скучать не придется, подумать, поломать голову здесь, конечно, нужно. С первого раза я вам гарантирую, что вы персонажа правильно прокачать не сможете. У вас по-любому будет персонаж фейловый в начале. Поэтому особо-то не парьтесь, не расстраивайтесь. Но здесь также существуют предметы, которые полностью сбрасывают ваши очки и таланты. И как вы думаете, конечно же, это за донат. Просто за игровую валюту купить это очень сложно, ребята. Но здесь есть одна хитрость, как можно зарабатывать деньги. Если у меня хватит времени, я вам расскажу. Так, в начале мы можем выбрать одно из двух умений. Значит, пассивное умение это которое прибавляет что-то к вашим статам или умениям. А активное умение это будет добавлять умение на вашу панель умений. То есть мы сейчас должны выбрать одно из двух умений. Так, первая отвага. Мечник получает плюс 10% к атаке, если вблизи него находятся 4 или более врагов. Второе время перезарядки умений гнева. Короче, нам нужно выбрать отвагу здесь в любом случае. Здесь будут такие локации, где вас мобы будут атаковать просто пачками. Поэтому мечник всегда будет в окружении врагов. И в любом случае, если вы играете за мечника, первое умение, которое вы должны прокачать, вернее навык, это отвага. В любом случае, это я вам пою просто вам такой дружеский совет. Ладно. Идем дальше. А, что мы должны жужу найти? Короче, идем, валим всех жуж. Пока не найдем какое-то нам шпионское устройство. Так, здесь можно вот такие рывки еще делать. Это есть у каждого класса. А вот и шпионское устройство. Кстати, предметы можно подбирать, не обязательно наводить на них мышку. Можно предметы собирать пробелом. Это получается быстрее. Например, если вы играете с кем-то в пати, бегаете по квесту, если что-то вывалилась, допустим, карта, пока вы там будете направлять курсор, ваш союзник уже подберет предмет. Поэтому, когда что-то падает, быстро нажимайте пробелы, вы обязательно подберете предмет. Да, еще вот что. Здесь, например, если вы вдвоем с кем-то будете убивать одного монстра, то трофей получит только тот, кто нанес больше дамага монстру. Второй игрок взять предмет не сможет. Но, но, это если вы находитесь не в падке. Если вы находитесь в падке, соответственно, предмет возьмет тот, кто просто быстрее. Хорошо, мы нашли шпионское устройство, возвращаемся к Квентину Року. К Квентину Року и отдаем сейчас ему предмет шпионского устройства. Да, видите, два персонажа сражаются, на самом-то деле здесь есть система дуэлей, можно подойти к персонажу и вызвать его на дуэль. Вот, видите, нас батя вызвал на дуэль, так он восьмого уровня, ну а что он хочет? Сейчас он попонтует, он восьмого уровня, а мы четвертого, ну что мы можем сделать? Ну так чисто поугарать, видите, мы проиграли в дуэли. Конечно, у меня не прокачка, ничего, смотрите, он еще поржал, ха-ха-ха-ха, сейчас я ему напишу, ты попал в летсплей, не, я сейчас напишу, сейчас, это я пишу в личку ему, ты попал в летсплей, друг, вот так он, так что твоя победа, батя, будет засчитана, так, у нас мы взяли следующее задание, я на самом деле не прочитал даже, что мы там должны, что мы там должны, а, мы получили, кстати, перчатки мечника, мы их сейчас можем одеть, но у нас уже перчатки мечника есть, но вот эти, они со слотом под карту, поэтому снимаем простые, одеваем со слотом под карту, но у нас нету никакой карты, поэтому эти перчатки, сейчас можно продать какому-нибудь торговцу, так, хорошо, сейчас священнику продаем перчаточки, за 27 золотых мы продали, так, следующее задание, журнал заданий можно посмотреть вот здесь, вот видите, книжка нарисована в левом нижнем углу, либо просто нажать на английскую М, Михаил, там, где находится карта, так, у нас задание, побелить пожухлые деревья, 5 штук, и украсить кучу мусора цветами, 6 штук, они обозначены знаками восклицания на карте, но я хочу вам сказать, сказать, что знаки восклицания, это не точное местонахождение, туда, куда нужно идти, это примерное расположение объектов, к которым нам нужно двигаться, поэтому не бегите конкретно к этим знакам, так, первое дерево есть, второе дерево есть, по поводу того, как здесь можно зарабатывать деньги, то есть, первое, то, что вам важно запомнить, если вы только будете начинать играть, я сейчас вам кое-что покажу, здесь вообще на каждой локации здесь растут всякие растения, там, цветы, там, ну, яйца всякие, ну, много чего-всего, сейчас надо что-нибудь найти, чтобы вы примерно понимали, о чем я говорю, кстати, для крафтинга здесь нужно добывать материал, вот, вот, из таких вот месторождений материала, на каждой локации тоже таких будет достаточно, у нас есть кирка и наш герой при наведении на эту штуку сам начинает автоматически добывать необходимый ресурс, так, я хотел вам показать растения, еще на начальных локациях есть такие кресты, если зайти в них, то можно найти хороший предмет, это такой мини-данжик, где можно быстренько его пробежать и получить за него хорошую плюшку, так, вот растение, которое называется зеленая трава, если мы начнем его собирать, то мы получим лут, но иногда вместе с лутом мы будем получать лен, так, у нас поднялся уровень, у нас появилось новое умение круговой удар и 4 очка параметра, добавляем их все в силу, так вот, этот лен, короче, можно продавать примерно по 400 золотых монет в городе, то есть вы собрали 100 штук льна, получили, короче, 40 тысяч монет, понимаете, это 200 штук, 80 тысяч, но еще есть один очень такой интересный способ, можно покупать у новичков лен по 200 и они вам действительно будут продавать, то есть вы просто занимаетесь барыжничеством, сядете, допустим, в локации под названием Элгор, можете вот так прямо сесть, здесь где-то есть такая кнопочка, ее тоже можно поместить на панель умений, это отдых, то есть при ее нажатии персонаж садится, и как только он сел, мы можем навести на аватарку нашего персонажа курсор, нажать правую кнопку мыши, создать объявление, здесь пишем, к примеру, куплю, лен, по 200, и сидите себе спокойненько, народ будет к вам подбегать, и торговать с вами, вы покупаете него по 200, потом перепродаете по 400, все просто, ну, вы наблатыкаетесь, вы научитесь все это делать, если все-таки начнете в эту игру играть, вообще много в принципе всяких интересных плюшек, но если бы не была такая нудная система доната, я бы с удовольствием в эту игру играл, наверное, долго, да я в принципе играл в нее довольно нормально, ну, как нормально, там, совсем немножечко, она одно время мне нравилась, и я никогда не вкладывал сюда деньги, единственное, что я покупал премиум-аккаунт для того, чтобы перемещаться между инфантами, и чтобы наш торговец мог сидеть намного дольше, для того, чтобы продавать вещи на рынке, вы здесь покупаете контракт торговца на, по-моему, 8, 12 и 24 часа, а, премиум-аккаунт не время ему продлевает, а премиум-аккаунт, короче, с премиумом ваш торговец, который будет продавать ваши товары, он будет заменять меньше процентов, за то, что он стоит, вот, вот, и, короче, вы выставляете в городе этого торговца, по-моему, только в трех городах, в начальной локации, вот в этой, в Тосконской долине, в городе, в столице Варлон, и, а, еще в Эндинополисе можно, ну, вы там и сами разберетесь, и, короче, насколько у вас часов контракт оформлен, настолько будет сидеть ваш торговец, еще одна интересная фишка в игре, когда вы набиваете определенное количество всяких мобов, вот здесь загорается вот такая надпись получить сундук, вот, просто за то, что вы поубивали мобов, вам вываливаются сундуки, со всякими, тоже плюшками, сундука, сундуков здесь три вида, это серебряный, бронзовый, ну, и золотой, то есть, в следующий сундук будет бронзовый, а, вернее, серебряный, сейчас был бронзовый, и потом будет серебряный, короче, потом золотой, в золотом самом, самая нормальная награда, могут быть даже оружия со слотами, так, ну что, можно, конечно, быстренько прибежаться до столицы, посмотреть, как там живет народ, вот, кстати, довольно мощный компьютер здесь не нужен, игра нормально тянет на слабеньких компьютерах, я не помню, какие системные требования у этой игры, но можно даже, в принципе, на слабеньком поиграть, вот, довольно красочная игра, графика приятная для глаза, очень, не знаю, прям управление удобно, в общем, все, здесь все бы ничего, если бы не этот долбанный, сука, донат, как он меня бесит, я понимаю, что нужно зарабатывать, нужно, как бы, людям немножко заплатить, за то, что они создали игру, и выпускают обновления, но эта, сука, игра, она еще на бета-тесте, уже четвертый, наверное, год, понимаете, она постоянно сосет, сука, денег, с обычных игроков, понимаете, она только сосет деньги, таких глобальных облов, просто здесь не бывает, здесь что-то постоянно меняют, просто в классах персонажей, делают из нормальных, там, персонажей, нищими из нищей, делают имбами, понимаете, то есть, как такового, ни хрена не меняется, и за что мы должны, сука, платить деньги, объясните мне, Ладно, мы пришли, короче, в эту, в столицу, здесь, очень много флуда в чате, можно его просто отключать, ну, не сам флуд, а основной чат, можно поставить мат-фильтр, чтобы матерные слова у вас просто закрывались там звездочками, если там ваш ребенок будет играть, то есть, такую штуку можно поставить в настроечках, поковыряйтесь, все увидите, так, ну что ж, я не знаю, я, наверное, вам все так рассказал, в принципе, на первый взгляд, самые такие основные моменты, я вам рассказал, вот, так, да, в принципе, все рассказал, если хотите, чтобы я продолжал эту игру снимать, только уже с самого начала, и нормально, ну, вы напишите об этом в комментариях, может быть, я когда-нибудь начну ее все-таки нормально снимать, показывать все плюшки там и так далее, на этом все, ссылка на плейлист с другими обзорчиками под видео в описании, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, добавляйтесь в друзья вконтакте, с вами был Денис, всем пока!